Придите, поклонимся и припаде по Христу. Здравствуйте, братья и сестры! В эфире передача «Свет веры» и с вами сегодня я, священник Артемий. Сегодня у нас с вами уже 31 неделя по Пятидесятнице и первое воскресенье по Богоявлению, по Крещению. Сегодня 23 января и в это воскресенье для нашего с вами духовного назидания на Божественной Литургии было провозглашено сразу несколько отрывков из Евангелий. Это целых три отрывка, естественно, все мы их с вами прочитать не сможем, возьмем, наверное, самые короткие. Это отрывок из Евангелия от Матфея, 8-е зачало, 4-я глава, с 12-го по 17-й стихи. Давайте для начала этот отрывок прочитаем, только имейте в виду, что этот отрывок является смысловым продолжением праздника Богоявления. То есть пару дней назад мы с вами отмечали праздник Крещения Господня или, более правильно, Богоявления. И сейчас мы читаем Евангелие, которое по смыслу продолжает это событие. Итак, услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернаум. Здесь обращу ваше внимание. После того, как Иоанн Предтеча крестил и проповедовал на Иордане, он был арестован. Он как бы, ну так скажем, уходит с исторической сцены. И, поскольку он свою роль исполнил, и выходит на первый план уже Господь Иисус Христос. Иоанн, если вы помните, возглашал, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Обратите внимание, с каким возгласом выходит Иисус Христос. Итак, услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, земля Завулонова и земля Нефалимова. На пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и, сидящим в стране и тени смертной, воссиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Здесь мы сразу видим особенность Евангелия от Матфея, хоть это и восьмое зачало, можете ради интереса почитать самое первое зачало Евангелия от Матфея. Он строит свою благую весть на пророчествах из Ветхого Завета. Очень часто, чаще других евангелистов ссылается, причем заметно чаще других евангелистов, ссылается на пророчества, акцентируя внимание своих читателей. А его целевой аудиторией были именно христиане из иудейской среды. Так вот, поэтому он акцентирует внимание своих читателей, что в Иисусе Христе исполнились пророчества, ну, так называемого Ветхого Завета, который для нас Ветхий, но для современников Евангелиста Матфея, это, безусловно, самый, что ни на есть, актуальный Завет Бога. И вот этот Завет Бога и пророчества этого Завета исполнились на Иисусе Христе. И вот здесь он приводит пророчество Исаии, который предрек, что земля Завулонова и земля Нефалимова будет озарена Светом Божьим. То есть, именно в этих землях начнет свою проповедь Иисус Христос в Капернауме Приморском. То есть, вот такие вещи, которые мы с вами иногда пропускаем мимо своего внимания, когда читаем, допустим, Евангелие от Матфея, эти вещи очень важны. То есть, когда читаешь, там, ушел он в Капернаум Приморский в пределах Завулоновых и Нефалимовых, сразу сознание как-то это отметает, думает, ну, зачем мне эти подробности? Я же не знаю, где эта земля Завулонова и земля Нефалимова. Но дело не в том, что я знаю эти топонимы или не знаю их. Дело в том, что потом на это будет ссылаться Евангелист, чтобы показать нам, что на самом деле пророки об этом уже говорили. А вот проповедь Иисуса Христа началась с того же, чем и завершилась проповедь Иоанна Претечи. «Покайтесь, говорит Господь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Нюанс здесь есть один по поводу Царства Небесного. Некоторые люди пытаются строить какие-то сложные теории и различать Царство Небесное от Царства Божьего и прочее, и прочее. Но чисто культурологически, текстологически здесь на самом деле все довольно просто. Поскольку непосредственно имя Божье было запрещено произносить в благочестивых иудейских кругах, а Евангелист Матфей писал именно для таких людей, то Царство Божье было заменено на Царство Небесное, чтобы лишний раз никого не смущать и не употреблять слово «Бог». Просто вот с такой целью. Поэтому это просто синонимы. Касательно же призыва покаяться, потому что Царство Небесное близко, потому что Царство Божие приблизилось, этот призыв тоже важно понимать именно в том библейском смысле, в котором его употребляет сам Евангелист Матфей и в котором его понимали современные Евангелисты Матфея и читатели. Поскольку непосредственно глагол «покайтесь» он относится к действию, а не к внутреннему переживанию. Мы в современной ситуации, современные христиане часто покаяние уравниваем с исповедью и говорим, что мы, допустим, каемся или покаялись, если мы сходили на исповедь и рассказали Богу в присутствии священника все свои согрешения. Либо если мы дома частным образом, например, в течение вечерних молитв признались Богу в совершенных грехах, мы говорим, что мы покаялись. Но при этом, да, при этом мы, как правило, испытываем некое сердечное сокрушение, некое сожаление о своих грехах. А если этого сокрушения мы не испытываем или не испытываем такого явного желания исправляться, то мы даже себя за это корим, говоря, что, мол, вот мое покаяние было недействительным, потому что я там не плакал или потому что я внутри себя не терзал, когда это говорил и прочее, прочее. На самом деле это не совсем правильно или даже совсем неправильно, а, возможно, и вредно, потому что такое понимание покаяния, оно вырождается в постоянное самокопание, в культивирование все постоянного чувства вины, постоянного ощущения того, что я чем-то плох и недостоин. И вот это внутреннее ощущение мы часто воспринимаем как истинное покаяние, хотя на самом деле это не так. Это совершенно бесплодное состояние духовное, которое, если не прекратить, ни к чему на самом деле не приводит, а приводит к топтанию на месте и к постоянному самокопанию без какого бы то ни было позитивного сдвига в духовной жизни, без какого бы то ни было результата. Мне не дадут соврать, наверное, те, кто регулярно исповедуются и постоянно, постоянно в чем-то виноват, постоянно, постоянно чем-то нехорош. Но что это означает в реальной жизни? Да ничего. Вот тут ты покаялся, дальше ты пошел делать то же самое. На самом же деле еврейский глагол, который употребляете здесь, говоря «покаетесь», «покаяние» – это тшува. Буквально в переводе на русский язык этот глагол означает «развернуться», «повернитесь», «развернитесь» или «вернитесь». То есть совершить покаяние – это означает совершить конкретное действие. Безусловно, в этом действии может присутствовать момент сожаления. Я приведу такой пример. Например, вы куда-то идете пешком, и вдруг, пускай даже не на середине пути, вы, например, из Лиды пошли пешком в Минск. Прошли километров 30, и вдруг вы поняли, что все это время вы шли не в ту сторону. Будете ли вы испытывать сожаления? Да, безусловно, будете. Остановитесь ли вы? Но если вы разумный человек, да, вы остановитесь. Как только вы поймете, что вы идете не в ту сторону, вы остановитесь. И будете испытывать сожаления, что прошли там 30 километров не туда. Что нужно делать дальше? Надо ли на этом завершать свое сознание? Все, я понял, что я не туда иду. И стоять на одном месте и сожалеть. Это разве покаяние? Это разве правильно? Это, безусловно, неверно. Допустим, человеческая гордыня может заставить человека пойти дальше не в том направлении. Нет, я правильно иду. Когда уже все показывает, что ты идешь не в ту сторону, нет, я все равно иду правильно. Можно такой путь выбрать. И с каждым следующим километров вы будете дальше и дальше от своей цели. А настоящее покаяние состоит в том, что да, вы на какой-то момент остановились. Вы, безусловно, внутри пожалели, что долго шли не туда. Но дальше вот это сожаление и остановка заканчивается. Она не имеет никакого смысла дальше. Это должно быть этапом покаяния. Причем краткосрочным этапом остановиться и пожалеть о том, что что-то делал не так. Это краткосрочный этап покаяния. Дальше надо все-таки выяснить, в какой же стороне находится цель вашего движения. И после того, как вы поняли, где она находится, необходимо развернуться и начать движение в другую сторону. Иногда придется сначала пройти весь путь обратно, то есть вернуться в нулевую точку и пойти дальше. Иногда придется совершенно в другую сторону развернуться, потому что вы могли идти не строго, допустим, от намеченного пункта, а немножко отклониться и вам проще вернуться в нужную точку и так далее. То есть покаяние в библейском смысле слова – это не сожаление как таковое. Это не самоукорение как таковое. Это не самокопание. Это разворот и движение в нужную сторону. В библейском смысле это хорошо раскрыто в притче о блудном сыне. Когда в конце притчи сын возвращается к отцу, вот это возвращение и есть покаяние. Да, он пожалел, что ушел от отца. У него был период осознания того, что он зря это сделал. Но не это его спасло, не самоукорение и самобичевание его спасло, а движение к отцу, возвращение. Конечная точка покаяния – это радость встречи с отцом. Вот это важно иметь в виду, иначе наша духовная жизнь с вами пойдет по неправильному пути и не приведет нас к нужному результату. А мы так и останемся такими вечно виноватыми, но стоящими на месте. Благодарю, братья и сестры, вас за внимание. Всего вам доброго. Ангел-охранитель на предстоящий день. Ангел-охранитель на предстоящий день.